Первая экспозиция носит название «Время выбрало нас». Здесь представлены 30 черно-белых снимков защитников Брестской крепости, которые сегодня живут среди нас. На каждом кадре из прошлого, далекого и близкого, памятные мгновения послевоенных встреч и общения ветеранов. Фотографы запечатлели героических защитников во время торжеств 9 мая и 22 июня. Этот проект – дань памяти тем, кто защищал цитадель в первые дни войны. Пять человек из защитников Брестской крепости, которые живут сегодня, они долгожители, мы с ними поддерживаем связь. И нам хотелось бы, чтобы наши посетители увидели их фотографии, их лица, посмотрели на них. И, наверное, возможно, пережили бы то, что когда-то эти люди пережили в годы Великой Отечественной войны. С героями фотовыставки сотрудники музея и жители Бреста стараются поддерживать связь. Это наш земляк Петр Котельников и петербурженка Валентина Кокарева, отметившая в этом году 104-й день рождения. Житель Уфы Решат Исмогилов и Владимир Казмин из ростовских шахт. А также Владимир Пономарев из города Фролова Волгоградской области. Можно узнать об истории каждого из пяти, но у нас обычно это входит в основную экскурсию, в обзорную, которая проходит по Музее обороны Брестской крепости. И каждый экскурсовод здесь останавливается и рассказывает об этой выставке. Еще одна интересная экспозиция – взгляд на Брестскую крепость. Это итог одноименного фотопроекта, который уже второй год успешно реализуется в легендарной цитадели. На этот проект открытно сборили 40 человек. Нам прислали более 140 фотографий. Это представители 10 регионов России и Беларуси. Самый дальний регион, который поучаствовал – это Еврейская автономная область Российской Федерации. Ну и всего на выставке у нас представлены работы 14 участников. Это 44 работы. Авторы снимков – жители России, Казахстана, Беларуси. Незамыленный взгляд туриста, по мнению сотрудников музея, способен увидеть необычные ракурсы. Для экспозиции организаторы отобрали снимки 14 авторов – яркие и необычные виды крепости, фортификационных объектов и самого города над Богом. Мы считаем, что, конечно, проект удался, поскольку много фотографий, к сожалению, мы просто не смогли вместить все на наших площадях. Есть снимки, которые будут использоваться еще при издании, может быть, календарей, другой печатной продукции, которая, конечно, для нас это очень полезно. Лучшие мгновения из жизни Брестской крепости войдут в каталоги и печатную продукцию. Сами же фотовыставки будут экспонироваться в Музее обороны Брестской крепости до конца 2017 года.